добрый вечер друзья после трудового дня вот сейчас 8 часов 11 минут вечера вторник возвращаюсь я домой и хочу вам сказать что был у меня разговор сегодня интересный вот я хотел вам поведать неделю назад я делал то что у нас называется job market клиренс то есть люди которые отбатрачили свой интерншип они приходят им делают резюме и дальше мы с ними практикуемся в вопросах и ответах с тем чтобы они у нас тут все ошибки совершили а не когда уже доберешься до компании когда уже есть шанс работу получить этот короче мы практикуемся с тем чтобы повысить отдачу от интервью чтобы допустим там в среднем не вниз ни четырех интервью там работа получать может быть а с 2 но вот такого плана идея такая значит приходит девушка одна индийская она на этом мероприятии которое было на клиренсе более-менее так все ответил но у нее не было нормальной истории вот этой tell me about yourself расскажите о себе а я не просто же там их мучил там к расскажи расскажи а я когда мы так их немножко потерзали я сел я нарисовал там на доске написал люди там на сотовой там фотографируют с доски там с экрана и так далее я расписал как строится эта история какой порядок изложения правильный о чем вообще разговор и так далее но и не только этот вопрос там много раз но поскольку она толком так вот на эту часть не ответила я ей сказал знаешь чего ты больше так на этом мероприятии не приходи мы будем считать что ты так нормально но вот эту часть вот эту часть ты мне доздашь потом придешь и доздашь в любое время заходи там подходи туда пять минут поговорили давай вот она сегодня приходит большая такая женщина высокая такая крупная и лет ей даже боюсь сказать ну может быть 33 34 она получила образование точнее бы не закончила но она училась несколько лет в сан-хосе у нас тут на кинесиологи такая интересная наука вот и дальше лет 5 на там после этого с детьми замуж туда-сюда в общем короче не работала и тут вот кто-то ее надоумил может быть муж может подруги пришла учиться на киеве ну и она рассказывает там что-то я буду давай давай расскажи о себе и она говорит я там тестировщица я очень значит там нормально делаю вот это и вот это я знаю об этом и о том и так она ну минут 5 рассказывал о том какая она хорошая тестировщица но тут как бы тонкость в этом была такая она как бы умирая рассказывала вы знаете как вот человек такой поцелуй без любви понимать она так квелая такая вот то что я когда говорю про студентов что есть там пять категорий студентов и вот это средняя категория ни рыбы ни мясо по по английски а когда рассказали называют джели фиш медуза но потому что как ни рыбы ни мясо медуза ну неважно так как то я так перевожу ее в медузу вот такая медуза вот она никакая вот она рассказывает и и вроде она старается знать она подготовилась она как-то как могла готовилась но я ей говорю подожди говорю но все-таки вопрос же не о том вот что ты себя представляешь как теста вопрос-то про тебя и она говорит ну я уже рассказываю я буду хорошо давай так допустим ты действительно пришла и вот так ответила и тогда ты вынуждаешь меня задать тебе вопросы все остальные компоненты истории tell me about yourself все остальные компоненты которые ты упустила ну хорошо допустим я не спрашиваю тебя про образование вот у меня резюме твое есть я вижу какое-то образование но я тебя спрашиваю каким образом человек вот учился вот этому и вдруг оказался тестером почему она тут у меня подруги там все тестеры и вот они мне сказали я пошла в тестеры и она как бы вопрос ответами с вами как бы отделывается от меня но на тебе вот отцепись она не думает об этом что вот меня спросили что-то и таки господи играть спасибо тебе милый это одно и спасибо тебе что дали мне возможность высказаться показать какая я классная девка нет она так отвечает вот нехотя вот так как-то а ведь а вот там подруги для дня но я вот тоже дать ну да хотя что от нее требовалось на самом деле она должна была сказать я ну случайно совершенно попала там ну подружки уговорили я пошла попробовала там допустим и мне понравилось и мне настолько понравилось что я вот не вижу себя дальше нигде кроме тестирования и хотела бы там лет через три четыре пять там не знаю быть крутой такой но то что мы называем someone who makes a difference круто быть в киеве то есть она должна вынырнуть в будущем чё на про прошлое мне рак я спрашиваю как ты попала в киеве не потому что мне интересно как именно это в ее жизни произошло потому что мне интересно дальше что давайте это же компонент вот этот вот но она потеряет поэтому отделывается отделывается отделывать я бы хорошо там а как ты себя видишь там через там пять лет а лагит менеджером хочу быть я баб подожди говоря почему менеджером я бы менеджер это же должность Она говорит, ну, а что такого, если я скажу Ничего же такого нет, а что такое, так я так думаю, я так и скажу Я говорю, ну ты же работу хочешь получить Она говорит, ну и что, я говорю, ну так ты скажи то, что люди хотят услышать Это может не каждому понравиться, что ты менеджером хочешь быть А она, когда говорит, что она хочет быть менеджером У нее такое безразличное и такое, знаете, лицо, вот, никакое Я не верю ей, что она хочет быть менеджером То есть она, может быть, хотела бы получать деньги Иметь какой-то тайтл такой, знаете, вот где-нибудь там написать Но чтобы быть менеджером, чтобы отвечать за людей, чтобы вести их куда-то Но нет у нее в лице этого, ну никак нет И значит, я ей говорю, ты пойми, говорю, ты не этого хочешь Она говорит, а чего, говорит, я хочу Я говорю, а ты хочешь через пять лет быть крутым тестировщиком Если ты дорастешь до менеджера, ты хочешь быть крутым менеджером Если тебя вынесет в автоматизацию, ты хочешь быть крутым автоматизатором Если тебя вынесет в какую-нибудь виртуальную реальность Тестировать какие-нибудь очки, я не знаю, со всеми делами В этих технологиях крутиться, ты хочешь быть круто Вот то, что ты делаешь, ты хочешь делать круто Ты не хочешь быть плохим, но менеджером Ты хочешь быть хорошим А уж что там будет через пять лет, мы посмотрим Понимаешь? В общем, и она так смотрит на меня, такая вареная такая я говорю я бы ты хоть понимаешь что я тебе говорю она ты знаешь ведь майкл ну вот ты говоришь конечно она ведь но вот я много чего там погуглила и много чего там на ютубе посмотрела и вот там люди говорят надо вот так говорить и тот то меня значит дошло немножко так ведь это же помойка понимаете я я вот теперь вам говорю вам не ей я вам говорю что то что вы видите на ю тубе то что вы гуглите в гугле 95 процентов помойка настоящая отстой полный то есть в каком жутком мире мы живем вот ты идешь на youtube ты слушаешь 10 человек из них может быть 9 говорят тебе полную чушь собачью и и и ты говоришь да вот смотри все говорят вот так надо делать такая вот фигня получается и до менеджером она хочет быть ну надо сказать что среди индусов ответ я хочу быть менеджером но вот не те которые допустим чему-то научились у меня и и как-то приняли а те которые просто вот в школу пришли если их спросить кем хочешь быть 8 из 10 скажет менеджером это как бы может быть часть культура у них такая что менеджер олицетворяет собой что-то такое очень высокая достойная я не знаю а может у них чина почитания такое развито я даже не не знаю но в общем да а я и говорит и скажи вот вот ягу есть там не знаю библия есть талмуд есть коран вот у вас там какие-то книги священны ты говорю вообще слышала когда-нибудь чем что-то в этой книге было написано что менеджером быть лучше чем просто человеком хорошим а вот нет тебя спрашивают ну тебя о себе расскажи да в общем такая вот интересная история друзья не то чтобы нельзя ничего смотреть там на ю тубе и так далее вот пожалуйста меня можете смотреть я я проверенный но но в общем будьте осторожны то есть как бы то чего там все говорят от этого надо сторониться такое у меня вот впечатление особенно когда касается вот этих тем просто жуть ладно счастливо счастливо